здравствуйте дорогие друзья шалом вот наконец сбылась мечта идиота и мы находимся в прекрасном городе героя израиля элати впервые за последние более чем полутора лет но год и 9 месяцев если точно нам удалось взять отпуск и приехать в эйлат снять путевочку купить путевочку в гостиницу 4 звездочки я вам ее еще покажу дальше даст бог и приехать в эйлат отдохнуть на пять ночей вот сейчас мы находимся с вами на набережной элата ранним утром где-то 9 часов утра вот посмотрите первые сегодня купальщики на озере штиль на море вернее так красное море один из заливов красного моря где очень чистая вода вот перед нами находится на заднем плане горы горы и эти горы уже принадлежат иордании вот отсюда видны вы через камеру наверно не видите подойдем поближе к морю отсюда виден город акоба этот город иорданские уже корабли стоят на томс на тут не ближние корабли ближние это территории израиля а вот дальние это уже порт акоба а еще там дальше друзья горы которые не видны наверно для вас я их вижу в дымке это уже саудовская саудовская аравия вот такой интересный город элат иордания саудовская аравия там дальше египет и я если ехать может добраться до границы с египтом на автобусе то есть четыре страны тут сходятся в одной точке фактически вот а мы сейчас ходим по только только открывшимся магазином по этой набережной выбираем не обувь шлепанцы потому что мои протерлись от многолетнего хождения по земле обетованной друзья посмотрите какие какое мороженое мороженое торты ну это центральная такая набережная тут большинство гостиниц сосредоточено вдоль этой набережной и туда вглубь немножко берег от моря ну так же есть гостиницы еще в другой части за аэропортом элат достопримечательностью элата является аэропорт который находится прямо в центре города как бы разделяет город на две части ближе к морю и ближе к горам вот посмотрите гостиница леонардо плаза ну вдоль берега это возле моря это самые такие прибыльные куски земли тут находятся самые престижные гостиницы вот сейчас это набережная пустына людей мало потому что элат это город где в основном жизнь протекает вечером или даже ночью это элат город жемчужина израиля занят практически только туристическим бизнесом и ехали мы через пустыню иудейскую друзья с тель-авива до иерусалима через иерусалим потом через мертвое море мы час останавливались на мертвом море вот мы приехали в израиль это вся дорога у нас заняла что-то в районе пяти часов где-то 500 километров примерно так грубо говоря вот друзья перед вами аттракционы очень интересные аттракционы такая корзинка есть вот мы с вами сейчас ее увидим но она сейчас не работает а вчера мы видели как желающие самоубийцы вот садились в этот шар и их на этих канатах с бешеной скоростью поднимала аж туда и причем этот шар кувыркался так сяк я говорю цен на центр подготовки космонавтов вот перед нами прекрасная гостиница я не знаю сейчас как ее называют но мы посмотрим дальше вот видите дальше гостиницы в глубине тоже находится ну это за почти десять лет нашего пребывания в израиле это наша третья поездка в израиль в элат так что мы не первочки уже в этом плане и кое-что здесь уже знали побывали на многих аттракционах вот друзья горы есть удивительные экскурсии туда в горы парк тимна и другие экскурсии вот в этом здании аттракционов для качелей вот за ним сразу мы сейчас туда пойдем начинается так сказать корабельная зона зона заказа экскурсий и здесь непосредственно на месте можно заказать экскурсию сейчас поинтересуемся потому что экскурсии есть разные узнаем цены сравним вот магазин видите написано fish spa кто из вас не в курсе я расскажу значит здесь есть такие рыбки которые производят чистку кожи ты опускаешь ноги туда там есть такой бассейн в этот бассейн опускаешь многие они кушают твои твои отмершие кусочки кожи это не больно это пощипывает я правда не испытал но говорят что это не безвредная вещь что они могут занести инфекцию поэтому вот я не рискую вот такая экскурсия видите из израильям катер с прозрачным дном да вот на русском языке даже прогулка по красному морю два часа вдоль границы ордании посещение коралловых заповедников японских садов заход нейтральной воды с египтом вы увидите дельфинов послушайте хорошую музыку на русском языке шалом к мазе оле шалом шана шим лёгша мотай маха 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 мы видим если покупать сегодня на завтра а вы по-русски говорите чудесно а скажите когда начинается часы когда отбывают на что часы начало экскурсии завтра выходит 15 и час 15 час 15 хорошо спасибо я сейчас посовещаю с супругой да посмотрите если хочешь не дай вам расскажу про вашу продукту ага и сегодня если купить на завтра это будет 55 шекелей сносов ага спасибо спасибо вам большое вот ну мы как мудрые евреи не будем сразу покупать а узнаем еще сколько это стоит шалом вот друзья мы с вами вступили уже на пристань почти на пристани много кораблей ну это бизнес частный бизнес вот а вот тут различные вот тут видите пляж тут очень много кстати пляжей разных и тут самые различные аттракционы водные прогулка на катерах на лыжах с парашютами прицепленному катеру и так далее вот ну я пока друзья временно прервусь вот видите самолет который заходит на посадку воилатский аэропорт он летит очень низко он почти касается крыш вот он снижается прямо в центре города вот это удивительное ощущение когда на твою голову падает самолет вот ну пока друзья я временно отключаюсь спасибо спасибо спасибо